Здравствуйте, Сергей. Интервью президента телеканала «Россия» – важный инфоповод недели. Говорили о недавно сбитых над Белоруссией украинских беспилотниках. «Не позволим русским в спину стрелять», – цитата президента. Сергей, как вы оцениваете то, что произошло? Во-первых, важно то, что Белоруссия подтверждает свои советские отношения с Россией. И, в общем, это одно из главных значений того, о чем говорил Лукашенко в соответствующем интервью. То, что мы не дадим ударить русским в спину – это слова очень важные. Я думаю, что в России их несомненно слышат. Потому что многие из тех, кто когда-то называл себя союзниками, сегодня просто попрятались по углам, скажем, откровенно. А не наоборот. В отношении Белоруссии у нас довольно много в свое время было критики всякой разной. Но оказалось, что в критический момент, собственно говоря, кроме Белоруссии, никого рядом и не осталось, если так честно сказать. Поэтому это самое главное. Что касается Украины, то с Украиной ситуация следующая. У власти на Украине находятся совершенно беспредельные, абсолютно безответственные, хамские руководители, которые не понимают вообще степени опасности всего того, что происходит. С одной стороны. С другой стороны, за ними стоит Запад, у которых вообще никаких проблем. В нынешнем формате до этой войны не испытывает. А поэтому постоянно используют Украину для провокации. А почему нет? Если украинцы такие дураки, что позволили использовать себя вот таким образом, как пушечное мясо, ну давайте их использовать по полной программе. Давайте еще попробуем в сторону Белоруссии что-нибудь запустить. Здесь есть масса целей, начиная от технических. Например, проверка ПВО. Когда это делается, выявляется специфика работы противовоздушной обороны, а это потом может быть применено при каком-то реальном нападении. Это с одной стороны. С другой стороны, просто провокация. Давайте попробуем спровоцировать. А что будет, посмотрим. А заодно напугаем Белоруссию и белорусов, что вы там спокойно особо не сидите, мы и на вас можем добраться. Мне кажется, это совершенно обнаглевшие люди, которых по-хорошему еще не наказывал никто. Поэтому они позволяют себе непонятно что. Я лично считаю, что в отношении них чрезмерно мягко мы действуем. В первую очередь, я имею в руководство Украины. Поэтому и Белоруссии, и перед Белоруссией, и перед нами, мне кажется, стоят очень схожие задачи. Потому что те люди, которые в Киеве сидят, они вообще не чувствуют страха. И по большому счету с ними, мне кажется, мы вообще каши не сварим. Поэтому они будут провоцировать и Белоруссию в том числе. Также президент ответил на вопрос, готов ли он нажать красную кнопку. Беларусь не намерена применять ядерное оружие до тех пор, пока враг не пресечет границы союзного государства. А вообще, по периметру России и Белоруссии уже понажимали эти красные кнопки. Осталось самую красную нажать. Сергей, дойдет ли до этого? Есть опасность ядерной войны, Третьей мировой, теоретическая, по крайней мере, которая, конечно, принесет жуткую катастрофу всему миру. И, в первую очередь, северному полушарию, и Европе, в первую очередь. И я считаю, что, конечно, желать этой войны, стремиться к ней является абсолютным безумием. И предотвратить ее является задачей ответственных лидеров, с одной стороны. Это так. С другой стороны, на мой взгляд, что касается Украины, которая на сегодня является главным фактором опасности развязывания такой войны, и, на мой взгляд, здесь можно и без ядерного оружия обойтись, применяя то, что есть, более жестко, радикально, и не ожидая каждый раз какого-то одобрения или неодобрения с Западом. Я считаю, что, что касается и событий в Курской области, и всех подобных действий, и провокаций в отношении Белоруссии, действовать надо гораздо жестче, ставя противника и оппонента на место. При этом не обязательно применять тактическое ядерное оружие. Все именно об этом говорят. В реальности огромное количество способов нанести урон противнику, не применяя ядерное оружие тактическое. Стало известно, что Минск определил более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы у границ с Украиной для недопущения прорыва. А со стороны Киева можно ожидать такой глупости, как прорыв в Беларусь. Если рассуждать здраво и рационально, Украина на это пойти не должна. Потому что, действительно, подключение к войне белорусской армии это серьезное осложнение ситуации для Украины, тем более учитывая близость Киева к границе и так далее. Но это если здраво рассуждать. У меня есть серьезные опасения по поводу того, что вообще в Киеве здравых людей не осталось. Там масса авантюристов, психопатов, фанатиков, или просто каких-то упырей с какими-то людоедскими наклонностями. Во-первых. А во-вторых, что важно, они не вполне самостоятельны. Ими руководят другие люди. В первую очередь западники, для которых любой эксперимент, если он им не угрожает, является вполне себе допустимым. Поэтому, если бы Украина была бы самостоятельным государством, действительно независимым, тогда вроде бы никаких оснований для того, чтобы расширять фронт боевых действий у них быть не должно. Они должны, по идее, наоборот, ценить тот факт, что Белоруссия не включена в эту ситуацию. Но они попали сейчас в настолько зависимое положение от американцев, англичан, европейцев в меньшей степени, что ни о ком суверенитете речи не идет. Ими руководят те, кто никаких проблем не испытывает, а поэтому для них действительно это Украина расходный материал. И вот в этой ситуации действительно можно ожидать, к сожалению, вообще всего чего угодно. Это еще раз, между прочим, ставит вопрос о том, а кто там на Украине руководит? А что делать с этими людьми? И можно ли, например, с ними вообще иметь хоть какие-то отношения? На мой взгляд, как раз смена руководства Украины это неизбежные условия нормализации ситуации. Пока этого не будет, вообще этим людям не верить нельзя, не разговаривать с ними о чем-то бесполезном.